В повестке депутатской комиссии по местному самоуправлению депутатской этики было 20 вопросов. Три из них непосредственно связаны с деятельностью председателя Соликамской думы. Первый – требование прокуратуры исправить ситуацию, когда руководитель думы сам себе и своему заму премии начислял. Прокурорская проверка выявила коррупционный фактор в положении об оплате труда этих должностей. Размеры премий месячные, квартальные, годовые положениям не были определены. Но что является вот этим коррупциогенным фактором. По нашему мнению, размер премий ежемесячных, квартальных, годовых должен быть определен в положении 515, что этого на сегодняшний день не сделано. До заседания комиссии ее членам был разослан проект решения, который призывал депутатов отклонить антикоррупционный протест прокурора. Дело в том, что следующим вопросом депутаты должны были направить на думу изменения в устав города. Должности председателя и зама планируется сделать неосвобожденными. То есть никаких зарплат и премий руководство думы больше получать не будет. Поэтому якобы и смысла удовлетворять протест прокурора нет. Само рассосется. Однако такой подход не устроил ряд депутатов. Как говорится, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Антикоррупционное доставление прокурора, отполнять, ну, коллеги, ну, это совсем не имеет никакой логики, да. В любом случае ситуацию нужно каким-либо опытом заставлять, чтобы исключить комиссионные факты. Мы понимаем, что внесение изменения в устав – это процесс достаточно долгий. Все были свидетелями того, что относительно зарплаты председателя и зама глава города, например, воспользовался правом вето. Мы здесь тоже никто с вами не 100% не можем оперировать, что даже без изменения в устав права своим правом не воспользовался. Действительно, все, наверное, помнят, как глава города Алексей Федотов в июне наложил вето на решение большинства народных избранников об изменении системы оплаты председателя думы и его зама. Поэтому сегодня антикоррупционный протест прокуратуры и депутаты решили с контроля не снимать. Подготовить проект нормативного правового акта, предусматривающий изменения в положении об оплате труда выборных должностных лиц Соликамской городской думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе. Такое решение всех вроде бы устраивает. Тем более, что еще один вопрос логически дополнял предыдущий. Вопрос, который мы рассматривали несколько ранее, предлагается внести изменение в устав по том, чтобы должности председателя думы и заместителя думы оставить на неосвобожденной основе. Суть его вкратце такова. Должности эти, конечно же, остаются, но за свою работу в депутатском корпусе лица на этих должностях уже не будут получать прежнюю зарплату и премии, из-за которых весь сыр-бор. Предлагается, что председатель с замом, как и остальные депутаты, будут работать по сути на общественных началах. Кстати, такой порядок рекомендуется и со стороны администрации губернатора Максима Решетникова. Комиссия в итоге рекомендовала принять такое решение на основном заседании думы в конце месяца. Дальше будут назначены публичные слушания, и если все пойдет гладко, то в декабре эти изменения в устав города будут приняты. Ну и последний вопрос повестки, который был внесен перед началом работы комиссии, считаем, претендует на новость месяца. 16 октября Сергей Якутов написал заявление о том, что покидает городскую думу по собственному желанию и слагает с себя депутатские полномочия с 1 ноября 2018 года. Налицо заявление. На основании заявления мы понимаем, что мы не имеем права ему отказывать от его права. Утвердят ли отставку своего руководителя депутата на Октябрьской думе, мы вам обязательно расскажем. Если это случится, то соликамскую политику ждут не менее интересные события, как по избранию нового председателя думы, так и до выборы в третьем микрорайоне, которые могут произойти уже в марте следующего года. Антон Старости, Дмитрий Солдатов, телекомпания Соль-ТВ